Севастополь Правительство Севастополя подписало первое концессионное соглашение. Инвестор за свой счет создаст и будет обслуживать систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и платных парковок. Город никаких расходов не понесет. Подробности у моих коллег. По городу установят порядка 130 пунктов наблюдения, фото- и видеофиксации с радарами, которые будут автоматически отслеживать нарушения правил дорожного движения и передавать их в ГИБДД. Система заработает в полную силу через 8 месяцев, так что так называемые письма счастья водители начнут получать к следующему лету. Срок концессионного соглашения с городом 12 лет. Организация безопасной дороги Севастополя, с которой подписан документ, является дочерней компанией крупнейшего холдинга «Вессолинк». Фирма зарегистрирована в Севастополе так, что все налоги останутся в городе. Вложить в проект изначально планируется более 900 миллионов рублей. Регионы ничем не рискуют. Создают за счет инвестора системы. Эти системы приносят доходы региону, позволяют возвращать нам свои инвестиции. Будет создан региональный центр фотофиксации, куда будут стекаться все административные штрафы. Он будет подключен к центральной федеральной системе. Здесь будет создан контроль проезда на красный свет, скорости, различных нарушений административных. И будет создана еще одна подсистема, которая возможно создать именно в Севастополе. Это парковочная подсистема. По этой программе предполагается оборудование 1400 парковочных мест. Инвестор анонсирует, что для местных жителей парковка будет бесплатной. Парковочные места могут быть вдоль дорог. Так называемая улично-дорожная сеть. Парковки вдоль дорог. И парковки могут быть плоскостные. Это то, о чем вы говорите. Это на каких-то площадях для местных жителей будут выдаваться так называемые резидентные разрешения. То есть достаточно будет показать, что вы проживаете в том или ином районе, и вы можете получить бесплатные места. Как ранее пояснил начальник главного управления информатизации связи Петр Даричев, доходы компаний напрямую завезут от объема штрафов. Поэтому в большом количестве камер заинтересован прежде всего сам инвестор. Сверхприбыль, то есть все деньги, полученные сверх затрат на обслуживание системы, делятся. 25% получает консессионер, 75% уходит в бюджет города. Сегодняшний день венчает, скажем так, годовую работу по подготовке и согласованию консессионного соглашения, направленного на создание аппаратного комплекса безопасной дороги. Безопасность. В первую очередь безопасность на дорогах. Это та цель, которую мы преследуем, которую мы пытаемся достичь. Я надеюсь, что через 8 месяцев мы увидим первые результаты этого проекта. По опыту других регионов, система городской фото- и видеофиксации – лучший вариант государственно-частного партнерства. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. И вновь ДТП с участием пешехода. Все произошло в районе площади Ушакова. Троллейбус сбил человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавший отлетел на несколько метров, уверяют очевидцы. Молодого человека в тяжелом состоянии увезла карита скорой помощи. На месте ДТП была и наша съемочная группа. Все произошло около 15-30 на пересечении улиц Гоголя и 4-й Бастионной. По словам очевидцев, молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Мы переходили дорогу, снес человека, друга моего. И вот, вот место. Вот осколки. Не видите ли что? Ну вот переход перед вами. Вот человек лежал. 5 метров. И он побежал. Ребят, пожалуйста. А троллейбус шел на ходу. Водитель троллейбуса от подробных комментариев отказался. Ограничился лишь фразой о том, что скоростной режим соблюдал. Я ничего не буду говорить. Какой шестьдесят? А сколько? Его метров 30-40. Он думал, что они перейдут. А он стоял вот так спиной этот молодой человек. Разговаривал. Потом вот так разговаривал и прямо по троллейбусу ездил. Скорые сотрудники госавтоинспекции приехали в считанные минуты. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. В ситуацию будут разбираться специалисты. Пока сейчас разбираемся. Все особо тяжкие телесные поведения будут заниматься этим следователем. Анастасия Шульга, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. 15 октября по улице Ревякина и Лабораторному шоссе с 8 утра и до 20 часов будет ограничено движение всех видов транспортных средств. Мера связана с проведением пятого открытого Кубка Севастополя Лабораторное шоссе-2016. Официальное распоряжение опубликовано на сайте правительства Севастополя. Капитальный ремонт домов в Севастополе будет производиться по графику. Независимо от собранных платежей. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. По его словам, в ближайшие 30 лет в городе отремонтируют 3,5 тысячи домов. Региональная программа капремонта, в которую в Севастополе вошло более 3,5 тысяч жилых домов, рассчитана на 30 лет. Объекты в ней разбиты по трехлеткам. Здания будут ремонтировать по графику, независимо от собранных средств с конкретного дома. Сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства правительства Севастополя Андрей Чибисов. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать кровли, фасады, инженерные коммуникации, менять лифты. Правительством Севастополя была принята региональная программа проведения капитального ремонта, которая включает все многоквартирные дома. Туда вошло, по-моему, чуть более 3,5 тысяч многоквартирных домов. Она рассчитана на 30 лет. В течение 30 лет во всех домах должен произойти комплексный капитальный ремонт. Поскольку жилищный фонд Севастополя находится в несколько более изношенном состоянии, чем в среднем по стране, то бюджет города ежегодно пока дофинансирует капитальный ремонт. Вот в этом году из бюджета выделено дополнительно 207 миллионов рублей. Я полагаю, что в следующем году будет выделено около 700 миллионов рублей. Льготы предусмотрены в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации. Льготами занимается Департамент труда и социальной защиты. Оплата за капитальный ремонт жилья для севастопольцев установлена на среднем российском уровне и составляет 6 рублей 16 копеек с одного квадратного метра. Собственники жилья имеют возможность собирать средства на капитальный ремонт двумя способами. Они могут платить региональному оператору капитального ремонта, так называемый котловой счет, либо открывать спецсчета индивидуальные на каждый жилой дом и собирать средства на спецсчетах отдельного жилого дома. На сегодняшний день в Севастополе спецсчета открыли около 2% собственников. В среднем по России этот показатель колеблется. Севастополь находится где-то в минимальной зоне. По словам Андрея Чибисова, ремонт пятиэтажного дома с четырьмя подъездами обойдется в 15 миллионов рублей. И чтобы накопить эту сумму жителям самостоятельно, понадобится около 20 лет. И в котле средства практически не подвержены инфляционным рискам, потому что средства, которые собираются на счете рекоператора, они тратятся в полном объеме ежегодно и, соответственно, следующий год индексируются на размер инфляции. В рамках действующего законодательства платежи за капитальный ремонт являются обязательными, а льготы определяются департаментом труда и социальной защиты. Святослав Данилов, Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Проекты благоустройства парка Победы, сквера Ахматовой и Дина Парка сдадут в этом году. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов уточнил. Часть севастопольских парков будут приведены в порядок по федеральной целевой программе, часть по региональной. По его словам, после обсуждения концепции парка Учкуевка на следующий год правительство заложит деньги на разработку проекта. Напомним, парк Победы заложен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это одно из знаковых мест в Севастополе. Сквер имени Анны Ахматовой расположен в Песочной бухте. Памятный знак был открыт в 2011 году к столетию выхода первых произведений Ахматовой в России. Заброшенный парк по улице Корчагина местные жители называют Динопарком. Его в прошлом году активисты отстояли у застройщика и правительство выделило деньги на благоустройство территории. По региональным средствам ведется проектирование Динопарка. До конца года эти проекты будут сданы и пройдут экспертизу и в следующем году приступят уже непосредственно к работам. Проектирование ведется, оно будет завершено в срок. 14 октября верующие отметили покров Пресвятой Богородицы. Корнями праздник уходит в 10-е столетие, когда жителям Константинополя явилась Божья Матерь и своим покровом защитила осажденный город. На Руси дату отмечают в середине 12 века. В храмах проходят торжественные богослужения. Наша съемочная группа побывала в Покровском соборе Пресвятой Богородицы. О чем принято молиться в один из самых почитаемых православных праздников, знает Анастасия Синица. Это было в 10-м столетии в Константинополе. Город со всех сторон окружили варвары. В надежде на Божью помощь местные жители собрались в одном из храмов и стали молиться. Спасение пришло. Ночное небо озарил образ Девы Марии. Она сняла с головы платок и накрыла им осажденный город. Вскоре после этого чужеземцы отступили от Константинополя. Практически в каждом городе у нас есть храм Покрова Покрова, Покрова, Перестой Богородицы. В нашем городе они есть. И даже не один. Один храм находится на Большой Морской, а другой храм находится в Херсонесе, который сейчас является средневековым храмом, заповедником. И мало об этом кто знает, что это первый Покровский храм в городе Севастополь. Богородица – это Покров всего земного шара. Богородица покрывает всех и вся. Она хранит и бережет всех, потому что она Матерь Божья, и она ближе всех. Даже все Архангелы, Серафимы, Хервимы, они все под Богородицей. Очень большой, радостный в душе такой порыв, что существуют такие праздники, потому что есть заступница наша на небесах, и покровительница, и ходатайца. Мы всегда обращаемся не и к Господу, и к ней, а в своих молитвах уже указываем, что кому нужно. И вот меня она ведет по жизни вместе с Господом и помогает. В старину Покрова считали удачным днем для свадеб. Предки верили – тем, кто женится в этот праздник, счастливый и прочный брак гарантирован. Одинокие девушки просили себе хорошего жениха, замужнее благополучия в доме. Богородица сама является мамой, и поэтому, конечно же, она очень хочет, чтобы каждая девушка стала тоже матерью, и чтобы она ощутила это счастье, держать ребенка на руках, как она держала богомладенца. Она стала залогом, наверное, того материнского счастья, которое дается всем женщинам. И поэтому многие, кто стремятся испытать это счастье в своей жизни, молятся именно Богородице. Торжественное богослужение в престольный праздник Покровского собора Пресвятой Богородицы провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Прихожане молились не только о крепких семейных узах, но и о здоровье близких, успешных делах и мире в стране. Надеюсь и верю, что Матерь Божия нас покрывает, защищает своим крылом от несчастья, от войны. Чтобы детки были в безопасности под Покровом Матушки Террица Небесной, семье, чтобы мир, лад был. Думаю, у каждого свои просьбы есть, такие, может быть, и сокровенные. Всегда, как обычно, благополучие в семье, здоровье близких. Ну, самое важное. В русском православном календаре праздник появился около 1164 года по указу князя Андрея Боголюбского. Он же годом позднее основал первый на Руси храм в честь Покрова Божией Матери. Собор из Белого Камня возвели во Владимирской области. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 30 казаков приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. После молебна новобранцы зачитали клятву, а затем провели древний обряд «Верстание в казаки». Елена Корноухова наблюдала за происходящим. Георг Саркисян во время русской весны был добровольцем. Патрулировал улицы вместе с полицией. В казачьей общине он уже полтора года. Парень ждал, когда ему исполнится 18. Принять присягу могут только совершеннолетние. И вот этот день настал. Юноша зачитывает клятву. Обещаю и клянусь верно, нелицемерно служить отечеству и казачеству. Свято хранить верность к святой вере православной. Я решил стать казаком, потому что я всегда хотел быть приближен к военному делу. То есть я всегда хотел пойти в армию, но и иметь что-то общее с военным делом. Опыт полезный как раз для армии. Только после принятия присяги мужчины становятся полноправными членами казачьих обществ. До этого они не имеют права голоса, но должны исполнять все возложенные на них обязанности. На сегодня в Севастопольском казачьем округе более 400 человек. 14 октября на верность отечеству присягнули еще 30. Любой, наверное, русский человек, он имеет в своих корнях какие-то казачьи гены. Когда этот ген просыпается, тогда человек ищет, как реализовать себя, реализовать свои возможности, как найти способ служить родине, служить отечеству, находясь, скажем так, на гражданке. На гражданке уже после вооруженных сил. Очень много у нас офицеров запаса. Праздник покрова казаки выбирают для присяги не случайно. Пресвятая Богородица считается заступницей и покровительницей православного воинства. Каждым годом у нас присяга происходит под более строгим, строгим таким, будем говорить, подходом. Потому что задача здесь не форматить казачью, а прежде всего показать другое. Это исполнение казачьей жизни. Это человек, который должен исполнять присягу на верность Богу, то есть он должен знать за Божий закон. Он должен служить отечеству, не считая своей собственной жизнью и народу Божьему. Если бы мы так жили, то у нас нет никаких проблем в обществе. После молебны и произнесения клятв уже на площади перед Свято-Владимирским собором провели древний обряд – верстание в казаки. Двое ясаулов берут новобранца под руки и ведут к атаману, который наносит три ритуальных удара нагайкой, произнося слова напутствия. После казак целует знамя войска. Таким образом подтверждает, что присягает данному воинскому подразделению. Важная миссия казаков – военно-патриотическое воспитание молодежи. Также они занимаются охраной общественного порядка, принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. К слову, в этом году пятеро казаков были награждены ведомственными наградами МЧС России. Хелена Корнухова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. В Севастополе возродили школьное лесничество. Пока это только один класс на базе 47-й школы. В планах до конца года проводить субботники у памятника Великой Отечественной войны. Сейчас все мероприятия приурочены к началу годовщины Второй обороны Севастополя. Ребята высаживают деревья и собирают мусор близ братских могил. В пятницу акция прошла на высоте Горная. После уроков учить историю, но не по книжкам, а вместе со старшими товарищами проходить партизанскими тропами. Идея школьного лесничества в Севастополе – это не просто высаживать деревья и собирать мусор по кустам, хотя это обязательный элемент программы, но и изучать историю своего края. Так, например, о том, что при освобождении Севастополя в мае 1944 года за высоту Горная шли ожесточённые бои, школьники узнают, находясь у братской могилы воинов 318-й стрелковой новороссийской дивизии. Здесь лежат бойцы разной национальности. Мы даже можем по фамилиям это увидеть. Школьное лесничество в Севастополе – совсем молодая организация, ей всего один месяц. В сентябре на базе 47-й школы, где учатся дети сёл Байдарской и Варнаутской долин, 30 учеников решили, что готовы в свободное время заниматься общественно полезными делами. За это время ребята уже провели субботники в рочище Алсу у могилы неизвестного солдата и на высоте Горная. Здесь совместная работа настроена лесничество и школы. Для того, чтобы вырастить из детей настоящих патриотов. Многие даже дети, да и взрослые не знают тех мест, патриотических мест, памятных мест, которые находятся в городе Севастополе. А в городе Севастополе их более 2,5 тысяч. Озеленить, облагородить парки, скверы, памятные места города Севастополя. И вообще, чтобы наш город был прекрасен, зелёным и всегда оставался таким же красивым. Очень хорошее дело – помогать природе. Лесничество, название лесничества само о себе говорит. Мы помогаем лесу, лесникам, уборка леса, разные мероприятия. Хотели все и сразу, поэтому такого, что выбирал, не выбирал, не было. Все сразу захотели и пошли. Мы любим лес! Дмитрий Дудко, Анна Малышко, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. В субботу, 15 октября, для севастопольцев споет хор Валаамского монастыря. Коллектив исполнит песни военных лет, а также произведение духовной и патриотической направленности. Напомним, что с 12 октября хор Валаамского монастыря совершает поездку по Крымскому полуострову и выступает перед местными жителями в рамках культурно-просветительского проекта «Свет Валаама». Произведение уже услышали жители Ялты и Симферополя. 14 октября хор выступит в Евпатории, затем в Севастополе и Керчи. Выступление хора Валаамского монастыря состоится в Севастопольском центре культуры и искусства 15 октября. Начало в 18.00, вход свободный. У Винни-Пуха юбилей. Знаменитому сказочному герою исполнилось 90 лет. Книга о нем вышла в свет в 1926 году и стала одной из самых продаваемых в мире. В честь праздника в Культурно-информационном центре открыли тематическую выставку детских работ. Поделки, рисунки, открытки и плакаты разместили на втором этаже. Хорошо живет на свете Винни-Пух, от того поет он эти песни вслух. Хорошо живет на свете Винни-Пух вот уже 90 лет. Первая книга о медвежонке поступила в продажу 14 октября 1926 года. С тех пор произведение английского писателя Алана Милна стало одним из самых популярных в мире детской литературы. По-русски Винни-Пух заговорил в 1958, когда Борис Захадер перевел английский бестселлер. А в конце 60-х вышел советский мультфильм. С юбилеем любимого персонажа поздравили севастопольские школьники и воспитанники детских садов. На тематическую выставку 7-летний Никита принес поделку. Я взял маленькую коробочку, украсил ее цветочками, вырезал мишку и дал ему в ручку шарик. И получилась Винни-Пуха поделка. На эту аппликацию ушел стакан гречневой крупы и горстка риса. Мама первоклашки Златы шутит. Винни-Пуха слепили из того, что было. Точнее, из того, что нашли на кухне. После того, как нарисовали, мы промазали клеем ПВА, небольшую часть, и засыпаем сверху гречкой. Потом все, что остается, мы на листочек высыпаем. Если остаются места, которые не заполнены гречечкой, мы по новой их прикладываем, примазываем. Вот так получается весь рисуночек. Детям и педагогам грамоты и благодарности от виновника торжества. День рождения удался как никогда. Да, больше сотни подарков Винни-Пух получает впервые. И рисунки, и поделки, и все-все-все это мне подарили мальчишки и девчонки. Большое спасибо им и всех-всех поздравляю с праздником, с моим днем рождения. Лучшие детские работы украсят холл второго этажа культурно-информационного центра до конца октября. Анастасия Синица, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. И о погоде на выходные. По Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки в степных и предгорных районах, сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Севастополе в субботу, 15 октября, переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. В воскресенье 16-го числа переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 12, плюс 14. Температура воды в Черном море плюс 18 градусов. И на этом у меня все. Это были новости на информационном канале Севастополя. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин